В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи предпоследнего тура второго круга. Амкар играл на выезде против махачкалинского Анжи. Противостояние обещало быть упорным, поскольку обе команды нуждались в очках. Дагестанскому коллективу для того, чтобы обеспечить себе место в первой восьмерке по итогам первого этапа чемпионата. А пермикам для того, чтобы удалиться от зоны вылета. Ожидания оправдались, невзирая на грозные имена в составе противника, Амкар начал встречу очень неплохо и ни в чем не уступал Анжи. А порой даже превосходил, поэтому обороне хозяев во главе с вратарем пришлось потрудиться. Впрочем, махачкалинцы тоже в обороне не отсиживались и старались максимально нагрузить наших защитников. До поры до времени подопечные Меодрага Божевича отбивались, но на 43-й минуте получили гол в раздевалку. Не без помощи рикошета отличился Жирков. При счете 1-0 футболисты отправились на перерыв, а во втором тайме исполнительским мастерством блеснул ЭТО, поразив цель обводящим ударами за пределы штрафной. Амкаровцы играть не бросили и даже смогли открыть один мяч. Уже в добавленные минуты забило вышедшими заменами Халев, но на большее попросту не хватило времени. В итоге поражения 1-2. После этой игры Анжи удалось закрепиться в первой восьмерке, а Амкар, несмотря на проигрыш, остался на 12-м месте. В копилке пермяков 27 очков. Последний матч второго круга наши вновь проведут на выезде и вновь на Кавказе. В 30-м туре прикамский коллектив сыграет в гостях со Спартаком из Нальчика, который занимает сейчас предпоследнее место. Тем временем еще один пермский футбольный клуб «Октан» в этом календарном году свое уже отыграл. В заключительном матче наша команда на выезде встречалась с лидером зоны Урал-Поволжья второй лиги Нижнекамским нефтехимиком. Однако «Октановцев» это обстоятельство ничуть не смутило. Уступая по ходу встречи 1-3, пермяки сумели сравнять счет. Но в концовке все же пропустили гол и потерпели поражение 3-4. В составе нашей команды отличились Ситников, Баглоевский и Ренат Халиула. 2011 год «Октан» закончил на 9-м месте. В 29 матчах набрано 36 очков. Турнир во втором дивизионе возобновится весной 2012-го. Волейбольный клуб «Приками» в минувшие выходные выступал в родных стенах. В четвертом туре чемпионат России среди команд высшей лиги А подопечные Владимира Путина и Владимира Викулова принимали новую из Новокуйбышевска. И наша команда порадовала болельщиков первыми домашними победами в текущем сезоне. Оба поединка проходили по схожим сценариям. Пермяки довольно уверенно вели игру, владели инициативой, но в какой-то момент упускали контроль над ходом событий и позволили сопернику сохранить интригу. Впрочем, в субботу и воскресенье хозяева площадки довольно быстро возвращали себе преимущество и матчи заканчивались с одинаковым счетом 3-1. Счет по партиям на ваших экранах. Всегда нам с командой новой очень тяжело играть. Не знаю почему, вроде бы уже игроки другие, но видимо там сама постановка игры, дисциплина игровая. Всегда очень тяжело даются игры. Будет мы когда еще играли в суперлиге, высшая лига, всегда складывались очень напряженные поединки. Будь то у них дома, будь то у нас дома. Я считаю, что две игры вот это показали. То есть игра идет с перепадами то в одну сторону, то в другую сторону. Но хорошо, что мы меньше ошиблись. После четырех сыгранных туров Пермский волейбольный клуб идет в лидирующей группе. Наши набрали 16 очков и делят третье и четвертое места с командой «Грозный». Следующий тур при Каме проведет на выезде. 5 и 6 ноября Пермяков ждут встречи с единоличным лидером турнира Нижневартовским клубом «Юграсломатлор». Олег Романов, Телевизионная служба новостей.